С ГОРОДОМ РАДИО БОЛТКОМ Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. После летнего такого отпускного перерыва возвращается в наш эфир программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, проводя такие, может быть, опасные параллели, но скажу, что действительно со времен споров «Крым наш, не наш», которые разделил как-то общество пополам, наверное, вакцинация является вторым таким маркером, который стал выявлять своих и чужих и приводит к расколам, если не в семьях, но, во всяком случае, вот между хорошими даже людьми и знакомыми, учитывая, конечно, вот все споры в социальных сетях. Почему так происходит? Вот, наверное, на эту тему сегодня поговорим. Поговорим. Хочу сразу оговорить, что я, хотя и врач, но я психиатр-психотерапевт. Я уже много лет занимаюсь исключительно этим, и в иммунологии, в учении о вакцинации и так далее. Со времен института я в это не погружался, поэтому я в этом экспертом не являюсь. И я даже не хочу сейчас дискутировать о том, работают вакцины, не работают, что с ними происходит, потому что есть на эту тему явно люди более образованные, чем я. Меня затронул именно тот аспект вакцинации, который привел к войнам на личностном уровне. То есть это не дискуссия о том, работает вакцина или нет. Это не дискуссия о том, насколько опасны побочные эффекты от нее. Это дискуссия перешла на личный уровень, и ваша ассоциация совершенно верна. Судя по войнам и в реальности в социальных сетях, мир разделился на мы и они. Что характерно, что обе стороны друг друга называют словом «мракобесы». И люди, которые отрицают вакцинацию, их зовут мракобесами, и людей, которых активно ратуют за вакцинацию, тоже зовут мракобесами. То есть вовсе тут начинает напоминать уже не медицинский диспут, а это какую-то религия. И чем-то напоминает раннехристианскую борьбу с ереси. Есть ереси, и собираются диспуты, люди с пеной на губах это отставят. Но правда, во времена дискуссии о ересях, люди как-то ссылались на что-то. На труды отцов церкви, на труды философов и так далее. Вот сейчас, мне кажется, есть несколько составляющих конфликта. Одна составляющая – это научная. И, в общем-то, большинство спорящих не эксперты, и более-то они не имеют даже минимального медицинского образования чаще всего, хотя есть и врачи по обе стороны баррикад. Тем более, что очень большая часть, относительно большая часть врачей тоже являются антипрививочниками, то есть они из принципиальных соображений отказываются вакцинироваться. Но, в общем-то, не хотят или откладывают это на какой-то неопределённый срок. Не знаю, насколько велика эта часть, но врачи тоже люди. И вот две составляющие. Одна – научная этого конфликта или псевдонаучная, а вторая часть – чисто личностная. Научная часть, мне кажется, наиболее проста. Мне кажется, различить научную и псевдонаучную часть дискуссии очень легко. Есть только не вдаваться в конспирологические теории. Ну, да, и там чипирование, и прочее. Ну, чипирование – совсем смешно. Это какая-то ненаучная фантастика низкого уровня. Нет, ну, есть, на самом деле, давайте посмотрим. Есть рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, есть рекомендации ведущих медиков Соединённых Штатов, Англии, Европы и так далее, России и так далее. И есть оппозиционное мнение иногда таких достаточно, вроде бы, авторитетных людей, а иногда оно начинает звучать на уровне некий доктор загадочный, который пишет и описывает, как это всё должно быть. Если доктора поищешь в интернете, в гугле, то или выяснится, что его вообще не существует как доктора, или что он когда-то, много лет назад, был гомеопатом, и с тех пор тоже имеет своё мнение по этому поводу. И вот, мне кажется, на уровне научной дискуссии, если не приплетать личностные черты, всё достаточно просто. То есть интернет полон достаточно авторитетных источников. То есть аргументы типа «один доктор где-то сказал», или, если вы помните, когда только вся эта история началась, бродило много фальшивок по интернету. Некий доктор, который работает русски в китайской больнице, и оттуда обо всём сообщает, хотя бы выяснить, какого доктора не существует, и множество подводится. Есть такая социальная антрополог в России Александра Архипова, она очень много публикуется. У неё есть отдельные труды изыскания по истории каждого фейка на эту тему. Можно поискать, и это достаточно информативно и убедительно. Ну почему, вот интересно, почему люди верят больше тому, что один доктор, там моя подруга, которая знает племянника доктора, который работал там-то и там-то, вот это больше имеет веса, чем какие-то научные изыскания или аргументации? Мы выходим на личностную составляющую. Я думаю, что, конечно, одна большая часть всего этого, особенно то, что произошло за время пандемии, это тревога и страх. Которых в людях, ну, очень много. Ну, очень много. Хотя до пандемии были, если помните, дискуссии, там, 5G интернета, и тоже рассказы о том, как это будет пагубно на всех влиять, и все немедленно, все погибнут, и будут управляемы, и так далее, и так далее. Но тревога и страх в время пандемии, уровень тревожности возрос, уровень страха возрос, а люди, в которых уровень тревожности и страха изначально высок, все эти вещи попадают на уже приготовленную почву. И здесь интересная трансформация, как мне кажется, когда у людей просто страх и тревога за себя, ну, это выбор каждого взрослого человека, в конце концов, вакцинироваться или нет. Да, в итоге с помощью законов государство может сильно осложнить жизнь невакцинированному человеку. Да, если не хочешь вакцинировать, а вот сложности с путешествиями, а возможности с попаданиями в какие-то места публичного пользования, как раз. Видел уже несколько раз, в интернете анонсировался концерт, где припускают только или вакцинированных, или переболевших по определению определенных документов. Но вот интересно, единственный момент, когда тревога и страх переходят в агрессию. Если почитать тексты в соцсетях, есть где-то они, загадочные они. Они те, которые нас угнетают и заставляют, и принуждают, и почему должны им подчиняться этому делу. Или они – это те, которые ставят нас под угрозу, они, которые не хотят вакцинироваться и так далее. Я, честно говоря, да простят мне слушатели, тоже считаю, что по идее люди должны вакцинироваться. Я не буду им писать пламенные посты в интернете, я не буду плеваться и кидать камнями в тех, кто не хочет этого делать. Для этого есть наше государство, законодательство, они как-то с этим сами разберутся без моего участия. Я могу высказывать свое мнение в личной беседе моим друзьям или моим пациентам, обсуждать это и так далее. Но мне никогда в голову не придет кого-то осыпать проклятиями. Мне никогда в голову не придет человека за то, что он за или против, за то, что он одного со мной мнения или противоположного мнения, или поднимать на щите, или оплевывать и требовать лишить его всех гражданских прав. И этот вопрос, что происходит с людьми, когда они из тревоги и страха превращаются в агрессию. И агрессия, может быть, нешуточная. Если мы вспомним историю, по-моему, это была чума в Москве когда-то, где-то, по-моему, Петровские или до Петровские времена, до Петровские, наверное, когда архиепископа, который старался уберечь народ от чумы, в итоге его разорвали на части, возмущенная толпа, заодно досталась еще кому-то. Ну, у нас, к счастью, как-то все не так разрегулировано. Но риторика, которая звучит в соцсетях, напугает. Ну, например, одна вполне почтенная дама вдруг написала «Всех не перевешивают». Тут фраза представляет задуматься. Потому что это было без смайлика. Это было не похоже на иронию. Это не было похоже на то, что кто-то просто решил процединировать из прошлого, сделать параллель и так далее. Это вопрос. Неужели у человека действительно возникает страх насилия в свой адрес со стороны общества? Есть идеи в соцсетях, которые, в общем-то, расслоение общества, не знаю, сколько нереализуемы, но уже от многих людей я читал, что они рассматривают возможность. Мы уедем из городов, мы создадим где-то в глубинке отдельные поселения, в которых мы будем жить и нас никто не заставит вакцинироваться. Раскольники такие. Ну да, вскиты. Надеюсь, никакого староверов не дойдет до самосожжения групповых. Меня очень интересует, когда люди пишут о том, что пока среди моих знакомых так много таких, опять, в любой сторону, или за вакциной, или против вакцины, и я просто плачу. Пишут о человеке, от чего люди такие, как это так можно, как они такие жестокие, как они не понимают этой самой истины. То есть люди на самом деле и те, и другие воюющие провозглашают себя носителями истины. И мне кажется, здесь стоит про это разграничение. Я знаю лично очень небольшое количество людей, наверное, в сотни раз меньше, чем те, кто удачно вакцинировались, для которых были неприятные побочные эффекты. У кого-то была потеря сознания, у кого-то какие-то долгосрочные истории, шум в голове, головные боли, какие-то спазмы, и так далее, и так далее. И этих людей я понимаю. Это люди, которые получили после первой же вакцины неприятный эффект, и они боятся второй вакцины. Они это обсуждают с врачами, они это обсуждают с близкими. Некоторым врачи говорят, наверное, мы вам не рекомендовали бы продолжать. Некоторым говорят, наверное, стоит выдержать какое-то время и продолжить вакцинацию. Но что интересно, вот не один из известных мне людей, который перенес побочный эффект от вакцины, не вступил в ряды интернет-воинов. Никто не пишет, не сражается, никто не пытается кидаться разными субстанциями в людей и новому. Для себя приняли решение, и это их выбор. Им это видно. Но вот опять, что движет людьми, которые делают из этого крестовый поход? Подчеркну еще раз, невзирая на мои взгляды, крестовый поход может с обеих сторон, потому что те, кто не с нами, это против нас, они еретики, они ужасные люди и так далее. И вот, мне кажется, здесь мы выходим снова, как обычно в психотерапии происходит, на уровень личностных отношений, личностных проблем, на уровень той агрессии, которая и ждет повода, чтобы прорваться на свободу. То есть, это повод, который мог бы быть другим в других определенных обстоятельствах? Я думаю, да. Вот опять приведенная вами история с Крымом. Мы можем, я думаю, с вами повспоминать вакцинация, Крым, ведь были еще какие-то эпизоды, когда общество резко разделялось, когда начиналось практически, но, слава Богу, что у нас не страны третьего мира, у нас до гражданских войн с насилием не доходит. У нас нет самосудов, у нас нет расправ, у нас нет каких-то угроз физических и так далее, у нас все это. Но, тем не менее, мне кажется, что в обществе заложены некие, ну, в обществе, в человеческой психике, некие деструктивные силы, которые ждут свой час, чтобы вырваться. Еще раз, хорошо, что мы живем в нашей спокойной Латвии, мы не живем в Африке. Хотя, и можно вспомнить все-таки, вроде бы, благополучную Америку, где избрание Дональда Трампа президентом тоже очень сильно раскалывало страну, и вот на протяжении всего срока его президентства мы видим последствия, то есть, люди очень агрессивно высказывали свое мнение, и это тоже было, мне кажется, как бы такой ненормальный, то есть, никогда я не помню, чтобы политические взгляды настолько резко делили людей по две стороны баррикад. Я просто знаю родственников, где прошла просто линия разлома, то есть, там были те, кто на стороне Трампа, и те, кто были против, и они чуть ли не перестали общаться между собой. Заметьте, Трамп, Россия, Украина, надо не вакцинироваться, был бы повод, но люди, которые склонны агрессивно и категорично высказывать свое мнение, они его все найдут. Вот был прекрасный роман Стивена Кинга «Туман», где сама, вот меня поражало, что самое страшное было не то, что он там придумал каких-то монстров, которые напали на землю, вот люди находятся в супермаркете, они ограждены, и просто самое страшное, это вот когда старушка какая-то, которая начинает бормочить, что нужно принести искупительную жертву, нужно принести искупительную жертву, и сначала она выглядит сумасшедшей, затем вокруг нее начинают роиться люди, и в какой-то момент герой вдруг понимает, что их становится большинство людей, которые приняли решение, что нужно кого-то убить, вот таким образом, может быть, мы сможем замолить. И вот это вот, в принципе, в его романе вот именно это самое страшное, что вот когда я читал, меня испугало, потому что я вдруг увидел этот механизм вот формирования чего-то такого вот совершенно жуткого, бредового, которое как зараза охватывает все больше людей. Это правда, это хороший образ. Кстати, заметьте, если мы почитаем или посмотрим фантастические романы, сериалы, знаменитый зомби-апокалипсис и тому подобные вещи, вот это есть «Ходячий мертвец» и знаменитый сериал, где был «Страшка из сезонов», достаточно быстро выясняется, что подлинная беда не зомби. С зомби все свыклись, как с коронавирусом. Все знают, что есть зомби, их надо как-то обходить, с ними, может, справляться. Основная беда начинается в войнах людей друг с другом. Основная беда начинается, где люди принимают полярные точки зрения, пытаются извлечь свою выгоду и пытаются или поработить, или уничтожить друг друга и так далее. То есть, очень быстро выясняется, что не важно, какой это вирус. Коронавирус, вирус превращающий людей в зомби или еще что-нибудь. Всегда все ужасы на самом деле начинаются на уровне взаимоотношений людей. У нас, слава богу, не апокалипсис. И все это пока дискуссии в интернете и в частных беседах. Давайте на секунду представим, что это не коронавирус с его смертностью, а к антиинфекции со смертностью, не знаю, 30, 40, 50 процентов, когда воцаряется хаос. Представьте себе, что эта агрессия, которая сейчас звучит в соцсетях, переходит в реальность. Какую форму она могла бы принять, какое количество жертв бы это принесло? Это, я думаю, что можно по роману и вонг-озеро по Яну Вагнеру, если я не ошибаюсь. Да, очень она хорошо предвосхитила просто все эти события, почему роман очень стал популярен. Он вышел буквально перед эпидемией коронавируса, но он очень хорошо показывает, вот как вдруг люди буквально сходят с ума. На самом деле, романов постапокалиптических очень много. Все неважно, это эпидемия, это ядерный взрыв, постапокалиптический. Вспомним, с молодым Гибсоном фильм «Безумный Макс». Тоже расколотое человечество, которое пытается завоевать, поработить, уничтожить и так далее. Вот мне кажется, что на самом деле с этим накоплением агрессии в нашем обществе что-то нужно делать. что-то нужно делать, потому что с вирусом ну как-то разбираются. Кто-то переболеет, кто-то вакцинируется, кто-то, увы, умрет. И это выборы отдельных людей, на которые повлиять, к сожалению, можно очень относительно. Но уже даже среди известных нам жертв, которых очень грустно, и Слава Сэй, и Мамонов, и еще какое-то количество хороших и интересных, талантливых людей. Кроме того, количество жертв людей не столь знаменитых, но тех, которые, очевидно, были близки и дороги определенному. Вот сегодня, кстати, опять мелькнул в новостях, что умер человек от 30 до 39 лет от этого интервала. И вот это, мне кажется, объективная история. Но что делать с этой агрессией, которая разрушает, которая заставляет людей уже забывать о самом вирусе и о болезни, а начинается страшная борьба за свою правоту, в которой нет пощады инакомыслящим, в которой нет пощады людям, которым плохо, они расстроены, они в тревоге. Вот это, мне кажется, очень важная мысль. Исчезло сочувствие друг к другу. У нас между тем есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. У вас много лет меня мучает вопрос, вот именно то, о чем мы говорим, но более расширительно. Вот смотрите, из одной семьи выходят люди, одно и то же социальные прослойки. И вот, допустим, один член семьи будет за Крым, за вакцинацию, за Путина, второй член семьи против. против. И вот я задаю этот вопрос в разной связи разным людям, там, значит, задавал Шендерр, ну, разным. И вот не понимаю, то есть, когда получается, что вот эта химическая реакция в мозгу, ну, я так формулирую, может быть, не очень грамотно, 9 людей на 2 лагеря, вот это именно как бы по вашей специальности. То есть, что происходит с людьми, когда одни яро за, вторые яро против. И вот первопричина вот этого расслоения, я ее понять не могу ни в каком вопросе. Вот, может быть, если вы поняли суть моей вот этой вот, а я мучаюсь этим уже несколько лет. То есть, почему это происходит? Как люди делятся на два понимания одного и того же? Спасибо. Спасибо. И я просто думаю, вот мы тогда подвесим интригу, а ответ на этот вопрос прозвучит сразу же после короткой рекламной паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Очень хороший вопрос, и я вот что-то понимаю нашего слушателя, его переживания. Этим вопросом я и сам задаюсь периодически, я не могу сказать, что у меня есть точный ответ. Но послушайте, люди из одной семьи, я думаю, что любой из нас знает братьев, сестёр, старших, даже близнецов, которые очень отличаются по характеру, по темпераменту, по складу личности и чему угодно. То есть это же не сиамские близнецы, это не клонированные существа. Это люди, которые так или иначе нет семей, где родители одинаково относятся к своим детям. Нет людей, которые абсолютно одинаково, как копипейст, всё воспринимают. У каждого формируется свой личностный сценарий, свой эмоциональный багаж, свой набор микро- или макротравм, куда же без него. И поэтому, мне кажется, процесс формирования человеческой личности, если мы не будем это обобщать, а возьмём каждый конкретный человек, настолько уникален, и где человек с кем встретился, и что прочёл, и что услышал, где он что воспринял как некую истину, а где, наоборот, что-то вызвало протест. И насколько эта реакция протеста... Есть люди, как мы знаем, законопослушные, есть люди, протестующие, бунтари. Опять, не дали это до абсолюта, но обычно протест и бунт – это дело подростка, и дело юноши. И это нормально. Человек в таком возрасте должен воевать, отвоёвывать себе территорию и тому подобное. Говорят, у которых протест и бунт затягиваются на большую часть их жизни. Почему человеку хочется им протестовать и сражаться? Вопрос его и его психотерапевта. Почему есть братья и сёстры, которые не могут терпеть друг друга? Наверное, психотерапевт, который кропотливо изучает личную историю каждого из них, найдёт ответ на этот вопрос. Ну, опять же, мы вспомним ещё историю Каина и Авеля, тоже вроде из одной семьи. А каков результат? Я думаю, история, то, что называется «братоубийственные войны» – это известная история всей человеческой истории. Простите за тавтологию. У нас ещё один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. – Доброе утро. – Здравствуйте. – Ну вот вы отвечаете на этот вопрос, и всё опирается в область сознания. Но я думаю, всё-таки следует искать ответы не в области рационального, не в области сознания, а в области бессознательного. И причём в области бессознательного не только личного, но и общественного. И когда мы заглянем вот в эти области, то сразу станет понятно, кто и почему за Крым, так сказать, кто против. Вот как вы объясните это? Спасибо. – Ну, во-первых, я упомянул психотерапию. Психотерапия – это всегда работа с сознанием и бессознательным. Их чётко друг от друга отделить достаточно сложно. Во-вторых, я рад, что вам так легко может заглянуть в чужое бессознательное и сразу всё понять. Это не совсем так работает. В чужое бессознательное заглянуть – это не рентген лёгких, сделать не энцефалограмму. Это работа с человеком, и, в общем-то, его бессознательное вы осознаёте вместе с ним, поскольку по мере того, как он осознаёт то, что с ним происходило, и его причины. Поэтому, конечно же, и коллективное бессознательное, и личное бессознательное, и наше воспитание тоже, в первую очередь, накладно печатано наше бессознательное. Поэтому здесь только кажущиеся противоречия. Как я уже упомянул, я не иммунолог, не специалист по вакцинам. Исходя из той общедоступной научной литературы, которую я читал, разъяснений ведущих вирусологов и иммунологов и так далее, Европы, Америки и так далее, у меня нет ощущения, что вакцинированные люди опасны для общества. История о том, что во всех проснётся вирус, и мы все погибнем, она, мне кажется, очень антинаучной. Я не буду сейчас погружаться в детали, вам достаточно для этого поискать в интернете. И я думаю, опасны для общества, если мы говорим вообще об опасности для общества, не только в плане вируса и болезней, этим коронавирусом, а в плане отношений, опасность для общества в агрессии. В агрессии и полном отрицании другой части опыта. Неважно, агрессивный вакцинированный человек, агрессивный противник вакцин, вот эта агрессия несёт в себя опасность для общества. Раскол, конфликт, и в обществе начинается вот такой хаос. Это в любом случае плохо и для эпидемиологической обстановки, и для отношений на уровне социума в целом. И когда такое количество агрессии накапливается, иди, знай, какой ещё клапан подвернётся, чтобы он открылся, эта агрессия вырвалась на свободу. Ну вот, у нас такой хаос не происходит, но мы же уже сколько раз считали, что в Америке, в Европе, если вдруг начинают поджигать машины, грабить магазины, избивать людей, это тоже клапан, через который прорывается накопившаяся агрессия, с которой общество разучилось или не хочет справляться. Новый Орлеан был, да, прекрасный, вот когда было наводнение в Новом Орлеане, обращали внимание, что огромное количество случаев мародёрства, и вроде бы казалось благополучной Америка, тем не менее, вот внезапно люди как будто поменялись, когда исчезла полиция с улиц, когда ситуация стала такой неконтролируемой. Очень многие люди проявили себя совершенно с неожиданной стороны, и, к сожалению, в худшую сторону. Кстати говоря, о национальных традициях. А вы знаете, какая страна оказалась абсолютно устойчива против ситуаций и стихийных бедствий? Не представляю. Япония? А. Фукусима. Это засвидетельственный факт, когда людей срочно эвакуировали из городков вокруг Фукусимы, когда был оттуда катастроф на ядерном реакторе, не было разграблено ни одного магазина, не было разграблено ни одной квартиры, не было хаоса. Даже японская Якудза, криминальная организация, организовала подвоз воды и продуктов для жителей. Вот такая интересная особенность другой культуры, другого менталитета. Поэтому, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы, я думаю, что я бы так не упрощал на тему того, кто кому опасней. Еще один звонок. Здравствуйте. Извините, еще один вопрос хотел вам задать. Вот вы совершенно правильно заметили, когда какой-нибудь терапевт начинает рассуждать о вирусологии. Вот если смотрели интервью Степаненко, главный врач коммунарки, вот он реаниматолог. А как он рассуждает о вирусологии? Вот он на меня лично не вызывает никакого доверия. Тем более, он два дня назад сказал, что он не будет в депутаты идти. А через три дня он уже сказал, он уже в первых рядах идет. Я думаю, что депутатство Степаненко не касается темы нашей передачи. Вы уж простите. Опять, вы имеете полное право не доверять Степаненко, другим врачам. Но я думаю, что у нас есть возможность в силу доступности информации на сегодняшний день мы можем получить огромное количество информации. Чего нам не хватает, на мой взгляд, это умение ее фильтровать. А для того, чтобы ее фильтровать, мне кажется, есть очень простой инструмент. Нам нужно выбирать источники, заслуживающие доверия. Все источники могут давать у нас сомнения. Мы имеем полное право сомневаться в любой информации. Но все-таки не важно. Мы имеем дело с людьми, мы имеем дело с определенными сайтами, порталами, газетами, правительственной информацией. У нас есть возможность учиться различать информацию на более или менее достоверно. – Но опять-таки, какие критерии здесь? Я понимаю, что мы уходим немножко в сторону, но кому можно доверять в наше время, когда мы знаем, что все это уходит все равно в какие-то перепосты, где найти сам главный источник? Я думаю, что опять говорим о вакцинации. Можно, конечно, говорить о продажности всех врачей, о продажности правительства, о золотом миллиарде, который хочет всех истребить и так далее. Но если мы все конспирологию отбросим, я не очень в нее верю, честно, лично я, то, наверное, есть сайты официальных медицинских организаций. Есть ассоциации, не знаю, иммунологов, вирусологов, кого угодно. У них есть, очевидно, общепринятая позиция. Есть Всемирная организация здравоохранения, которая, несмотря ни на что, существует, и она у меня лично вызывает больше доверия, чем непонятный вынувший из интернета персонаж, который называет себя врачом и всех и все разоблачает. Но опять же у нас есть возможность сличения и сравнения источников. Мы можем набрать множество источников, мы можем пытаться их анализировать и заодно понимать, кто, зачем и почему говорит. Ну, допустим, самое примитивное, если что-то в интернете заканчивается предложением это купить, значит, скорее всего, здесь что-то не так. Если кто-то нашел чудесное средство, здесь что-то не так. Если кто-то вас призывает, не милый, типа, подписаться за что-то, выйти на миссинг-демонстрацию, то, знаете, кто этот человек и зачем он хочет всех вывести на демонстрацию, каковы его цели. То есть, есть понятие научного подхода. Есть официальная наука, которая, в принципе, почти везде есть своя позиция. Поэтому, мне кажется, от нас не требует большого усилия глубоких познаний, чтобы различать источники. Это первое. Второе. Если мы говорим о людях и их отношениях, если вы имеете дело с кем-то за вакцину, против вакцин, кто пытается, что называется, брать тебя на глотку, орать, брызгать слюной, агрессивничать и так далее, все заслуживают сомнений, почему человек так лично это переживает. Возможно, это кто-то, чьи близкие пострадали, или ты сам пострадал. Но опять, насколько я наблюдаю в интернете, наиболее агрессивны не пострадавшие, наиболее агрессивны сражающиеся с ересью, борющиеся за правое дело. Поэтому, мне кажется, есть человек, который очень лично вовлечен и очень агрессивен, и если он к тому же сыпет загадочными теориями о чипировании, о бельгии, который хочет истребить население планеты, о том, как я недавно слышал замечательную новость, что бельгийские авиалинии перестали пускать в самолеты вакцинированных людей, потому что, как вакцинированные люди, у них разрушен иммунитет, и поэтому они могут передать всякие другие болезни. Казалось бы, новость, которая, потому что она фейк проверяется за минуту. Зайдите на сайт бельгийских авиалиний, посмотрите, как все написано. Но нет, это передается как доставленная информация и так далее. Так вот, мне кажется, две вещи. Первое – научное мышление. Второе – анализ, с кем мы имеем дело, что за люди нам передают тульную информацию, и зачем они это делают. И третье, наверное, это тоже те самые страх, тревогу и агрессию по возможности услышать в себе. Я подчеркну еще раз с любой стороны, за вакцин и против вакцин, в себе. Если в тебе полыхает злоба, если в тебе полыхает страх, если в тебе ужасно тревогу, если в тебе начинается паника, значит, тебе надо что-то делать с собой в первую очередь, потому что твой инструмент восприятия реальности искажен, он плохо работает. Ты все пропускаешь через свои страхи, через свои сомнения, через опасения, и значит, ты уже не объективен. Как там было? Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Поэтому, мне кажется, вот эти основные фильтры, через которые на сегодняшний день стоит пропускать любую информацию. Ее научная ценность, те, от кого мы ее получаем, и что ими движет эту информацию, и мы сами, наши внутренние ощущения, эмоции, страхи и понимание себя. Наверное, если пользоваться этими тремя фильтрами, то мы постепенно можем это количество агрессии и враждебности, которые сейчас просто полыхают в людях, свести до минимума. Потому что, еще раз, когда все это копится, мы не знаем, какой еще будет повод, чтобы все это вырвалось наружу. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели». До встречи в следующий понедельник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова